МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Практическая конференция масс-медиа в постиндустриальную эпоху. Подробности у нашего корреспондента Виктории Побединской. Студенты направления журналистика филологического факультета РУДН приняли участие в межвузовской научно-практической конференции масс-медиа в постиндустриальную эпоху. Основные темы конференции – масс-медиа и проблемы национальной идентичности аудитории в условиях современной России. Соотношение межкультурных и национальных коммуникационных интересов, плюсы и минусы глобального информационного обмена. Участники конференции не оставили без внимания актуальные и острые на сегодняшний день вопросы о тенденциях развития средств массовой информации в интернете и контроле за информацией в глобальной сети. Я считаю, что сегодня данную структуру необходимо изучать, интернет именно как структуру, как инструмент умения пользования, потому что он набирает оборот, он является очень актуальным средством для развития каких-то технологий, и сегодня, мне кажется, ему стоит уделять особое внимание. Еще один актуальный вопрос, затронутый в рамках Межвузовской конференции – проблема подготовки кадров современных масс-медиа, а также гражданская и этическая позиция молодых журналистов. Все эти аспекты, по мнению участников конференции, формируются именно в стенах высших учебных заведений. И проведение мастер-классов, круглых столов в этом процессе играет важную роль. Научно-практическая конференция масс-медиа в постиндустриальную эпоху призвана помочь студентам не только сформировать зрелое мнение по актуальным вопросам сегодняшней действительности, но и научиться его отстаивать. Виктория Побединская, Артур Штепанян, Новости ТВ РУДН. В Институте иностранных языков на кафедре социальной педагогики в рамках круглого стола «Престумности и особенности психики современной молодежи» состояла встреча студентов третьего курса с аспирантом Московского института открытого образования, преподавателем истории сезона номер 5 города Москвы Иваном Сергеевичем Беловым. Вопросы, рассматриваемые в процессе обсуждения, касались анализа основных видов правонарушений, их профилактики, а также оказания социально-психологической помощи людям, приступившим закон. Студенты старших курсов отделения социальной педагогики, посетившие сезон номер 5 города Москвы в предыдущие годы, высказали свою точку зрения состояния пенитенциарной системы в Российской Федерации для малолетних правонарушителей. Обсуждались методы работы социальных педагогов с людьми, находящимися в условиях социальной изоляции, и подготовки их к жизни в обществе после освобождения. В главном корпусе РУДЭН состояла встреча студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченная к 67-й годовщине Победы. Организаторы выбрали необычный формат – урок-концерт. Подробности в нашем следующем сюжете. Традиционный урок-концерт, посвященный 9 мая, собрал на сцене и в зале Российского университета дружбы народов, учащихся из разных стран мира. Уже не одно поколение иностранных студентов РУДЭН вместе с русскими друзьями с трепетом вспоминают советских солдат, сражавшихся с фашистской армией в Великой Отечественной войне. Главным подарком студентам университета стала уникальная возможность послушать рассказы реальных участников военных действий – ветеранов, работающих сегодня в РУДЭН. Своими воспоминаниями с учащимися поделились Анатолий Сергеевич Протопопов и Яков Алексеевич Ломко. Наша Родина вынесла на своих плечах основную тяжесть боев по разгрому фашизма. Не потому, что фашизм завоевал страны военным способом, страны Европы, а потому, что фашизм вместе со своими завоеваниями нес на своих плечах, на своих погонах их генералу самую реакционную в жизни человечества теорию, теорию высшей расы. Заслуженный работник культуры, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДЭН, Яков Ломко со времен Великой Отечественной войны служил боевым летчиком. Участвовал в боях под Сталинградом, освобождал осажденный Ленинград, Украину, Белоруссию, Литву, Польшу. Сражался в битвах за Кёнигсберг и Берлин. Яков Алексеевич имеет ордена Отечественной войны первой и второй степени, орден Красной Звезды и медали за оборону Москвы. Председатель Совета ветеранов РУДЭН Анатолий Протопопов вступил в ряды Красной Армии сразу после окончания школы. В августе 1941 года он был тяжело ранен, но уже в январе 1942-го вернулся в строй и прошел всю войну. Ветеран имеет множество наград. Среди них орден Отечественной войны второй степени и медаль за победу над фашистской Германией. Но самое ужасное, у меня произвело впечатление, когда это было на станции дно. И там отправлялся эшелон детей из Ленинграда. И вот этот эшелон разбомбили немецкие летчики. Потом они штормывались, спускались и добивали. Это невозможно понять, когда лежали детские ножки, ручки. Это ужас. Вот это для меня, я переживал много, лежал под пулями, под авиабомбами. Но вот это для меня самое страшное. В своих выступлениях ветераны не только рассказали студентам РУДН о своем участии в военных действиях, но и затронули острые вопросы сегодняшних военных конфликтов на Ближнем Востоке. По их словам, ни один человек не может быть равнодушен к событиям, происходящим в Сирии, Ливии, Афганистане. Ведь независимо от цвета кожи и вероисповедания, все народы хотят жизни без войны. Ветераны осудили не только военные операции против мирного населения, но и попытки переписать историю. Яков Ломко отметил, что жертв никогда не бывает без ожесточенных боев и подчеркнул важность бережного отношения потомков к фактам. Сейчас, наверное, нас не это волнует, как мы воевали, как тяжело было, какие были недостатки. Достаточно врагов и нашей Родины, и врагов победы, которые сейчас занимаются всяческой клеветой во всех сторонах мира и прежде всего в странах Западной Европы и Северной Америки. О том, что не доделали, это не доделали, что-то не так делали, где-то много жертв. Жертв не бывает там, где не бывает никакого труда. В праздничном концерте для ветеранов и преподавателей университета приняли участие студенты факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин. И участники вокальной студии интернационального клуба РУДН, исполнившие песни военных лет. Для каждого из зрителей и участников урока концерта День Победы – это праздник со слезами на глазах. Виктория Побединская, Екатерина Гульбина, Артур Штипанян, Новости ТВ РУДН Более 15 тысяч человек, 90 выставок земляческих организаций. Так Российский университет дружбы народов отметил праздник весны и труда. Это уже традиция. Первомай не просто шагает по площади вуза, но еще поет и пляшет. На массовом интернациональном празднике студенческой молодежи планеты Юго-Запад побывала наш корреспондент Марина Андреева. В 25-й раз в РУДН прошел фестиваль «Планета Юго-Запад». В этом году праздник приурочен 9 мая, 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Студенты университета из разных стран мира поздравили ветеранов и исполнили песню военных лет. ПОЕТСЯ 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 День Победы День Победы действительно выдающийся праздник. Солдаты сберегли от уничтожения нашу советскую родину, спасли от фашистского рабства народы Советского Союза, дали свободу и независимость многим странам Европы и Азии. Во-первых, это память молодежи и где-то отдают, ну, кроме памяти, еще как-то уважение к людям, которые перенесли очень, очень тяжелое время было. Да, несмотря ни на что, выдержали, выстояли. И вот сейчас радуемся, вы радуемся, мы всему того, что вот свершилось. Значимость подобных мероприятий отметил и профессор филологического факультета легенда университета Яков Алексеевич Ломко, человек, который прошел войну с первого дня и до победного салюта. Вся война, которая была выиграна благодаря победе нашей армии, она, конечно, способствовала тому, что колониальная система рухнула, сотни народов освободились и поэтому столько много мы видим здесь на нашей площади представителей разных стран, которые учатся в нашем университете. Здесь как бы сочетается идея дружбы народу, заложенная в нашем университете. И вот конкретно их представители веселые, жизнерадостные, молодые. Нам, ветеранов, хорошо и радостно их приветствуют здесь всех. У гостей праздника была возможность познакомиться с традициями и обычаями разных стран. Студенты землячества организовали выставку, на которой были представлены сувениры, символизирующие национальный колорит своих государств. По традиции выставку посетил ректор Руде, Владимир Филиппов. Всем добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну давайте. Фронтовые песни в исполнении молодого поколения, цветы ветеранам, искренние слова благодарности героям. И это лишь малость, которую можем дать мы, люди, живущие в мирное время, тем, кто боролся до конца за всеобщую свободу. Марина Андреева, Екатерина Гульбина. Новости ТВ Руде. В Руде прошла встреча студентов казахстанского землячества с проректором Казалардинского государственного университета имени Каркытата Тимуром Киншинбаем. Проректор преподнес студентам подарок – национальные костюмы. Обучаясь в России, студенты Руден не забывают традиции и культуру своих стран. Учащиеся университета встретились с проректором Казалардинского государственного университета имени Каркытата Тимуром Киншинбай. Мы знаем, что Руден имеет богатый опыт по академическому обмену, по вопросам болонского процесса и так далее. Но основной целью визита было вручение национальных костюмов представителям землячества Республики Казахстан. Студенты, в свою очередь, вручили благодарственное письмо проректору вуза. Также студенты провели открытые выборы и избрали Айгерим Джалдыбаеву на пост президента землячества, которая предстала на этой встрече уже в национальном костюме. Национальные костюмы являются частью культуры, традиции. И здесь, вдали от дома, даже учащаясь в таком вот замечательном университете, как Российский университет дружбы народов, мы хотим своими костюмами показать то, чем богата наша страна. Внимание, внимание, внимание. Вот какие вы красивые. Молодцы. Традиционно весной медицинский факультет Труден приглашает почитателей самого прекрасного из всех искусств. За 13 лет существования в театре Гиппократ было поставлено более 50 спектаклей. И что важно, повторов на этой сцене почти не бывает. Каждый раз зрителя ждет новая постановка, в которой задействованы как студенты, так и преподаватели. Сезон в Гиппократе начинается с обновления репертуара и состава. Этот театральный сезон был открыт спектаклем «Пигмалион» по мотивам пьесы Бернарда Шоу. В театре все постановки носят классический характер, ведь авангардное искусство лишь веяние времени, а мировая классика всегда в моде. Как писал Бернард Шоу, данное произведение не нуждается в предисловии, а лишь в продолжении, которое и было с успехом представлено в стенах медицинского факультета РУДН. На этом у меня все. Я, Галина Куренкова, прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова